Иди сюда, Егор, иди сюда. И надо ее закрывать. Жанна пытается раскаплизничать, а у нее ничего не получается. Я посуду убираю. Дожди-ка, дожди-ка. Разгоняется. Пытается себя раздраконить. Жанн, не получается? А ты слезки кулачками выдави, тогда получится. А, Жанн? Ну и что у нас такое? Ой, какой у вас тут бардак-то! Что, Жанн, выдавил слезы-то, нет? Не надо Егору давать, он разобьет. Ну что, Жанн? Не получается скандал никак? Нет? Не выходит? А ты слезки глазками, кулачками слезки выдавливай, чтоб текли. Тоже не получается? Вот ведь как? Не покричать, да? Беда твоя, Жаннка. Ну, если кому интересно, как у нас проходит занятие после школы, как мы пытаемся урок делать. Это вот там Егор у нас. У нас дома тепло, поэтому, Егор, футболки в шортах, носочках. Я хочу кушать. Кушать хочешь? Печенки. Печенки ты хочешь кушать? Или кушать ты хочешь? Печенки кушать. А то давай я тебе еще супчика добавлю. Он нас постоянно хочет кушать. В общем, история такая. Миша им принес сюда эту вазочку с печеньем. Вон она там стоит. Вверху. И что вы думаете? Егору и Снежане? Нужно было разограться из-за этого печенья. Егор взял больше. А то, может быть, Снежана взяла больше. И все. И пошла коса на камень. Короче, мы пошли ва-банк. Мы эту вазочку у них отобрали. И не получили они ничего. Подожди, Васюш. Егор у нас пытается писать буквы. Но у него пока желание не возникло что-то делать. Вот он, букву А. И почему-то совсем не на той строчке пишет, на которой надо. Ты зачем форму достаешь и перчатки, Егор? Мне надо его доставать. Так, давай, садись, пиши. Пойдем, девочки, смотри, что там делают. Давай, давай, Егор, делай. Или то, что... Ну, я... И сразу перебиваю ему чай. И сказала, отдай ему чай. Ну, в общем, Вась, весь разговор о чем? О том, что из-за ерунды. Правильно? Да. Тебе компьютер не мешает? Нет? Нет. Садись, пиши. Жанна, тренируешься? Пишешь? Вот Лярчик. Угу. Вась, все, не перебивай меня. У нас утро началось с того, что я рассказывала, почему Васюша у нас в кровати приходит спать. Я не всегда снимаю. Это девочка. О, Егор у нас опять кричит. Все, только девочек снимают, а его не снимают. Ай. В общем, у нас была няня, работала. Так как Васюша еще не в садике была маленькая, а мы работали, оставлять ее было не с кем. Мама моя на тот момент была еще жива. Но следить за маленьким ребенком она бы не смогла. Потому что за ней за самой нужно было присматривать. Нет, она обслуживала сама себя. Но, например, накормить малыша ей было, конечно, трудно. Ну, Василия с ней совсем, конечно, малышом была. Ей было около двух лет. Она у нас уже говорила хорошо. Я была маленькой. Вась, пиши. Вот, я к чему. В общем, вроде все хорошо было. И няня нас устраивала. Но Вася какая-то стала странная немножко. И стала ходить к нам в кровать засыпать. Такого раньше не было. То есть у нее была своя кроватка. Мы не придали особо этому значения. Но няня красивая. Потому что и некогда было о чем-то задумываться. И вроде как все нормально было. Вот. Но потом в один момент Лера мне говорит, мам, ты знаешь, что няня говорит Василисе? Я говорю, что она ей говорит? А если ты сейчас не уснешь, то мама с папой не приедут. И все. И я в этот же день ей позвонила и сказала, что мы в ее услугах больше не нуждаемся. В общем, я не стала ей ничего высказывать. Я просто ей сказала, что все, мы расстаемся. А с тех пор Василиса приходит к нам в кровать. Или под утро, или в середине ночи. Очень стоило большого труда научить ее засыпать опять в своей кроватке. Наверное, года полтора она с нами и засыпала после этого. В общем, вот так. Я так думаю, что по доброте душевной няня ей нанесла такую вот травму психологическую. А мы это пропустили. В общем, мы много чего пропускаем. Потому что не всегда получается быть внимательными родителями. Живем так, что очень нужно много работать для того, чтобы что-то купить. Вот вы смотрите, Егор опять пришел сюда и они начинают опять драться. А? Это что такое у вас? Жан, красиво, Жан? Нет. Ну разве так ведут себя? Жан, ты такая у меня красивая девочка. Веди себя хорошо. Красивая. Как ты некрасивая? Я дурак. Я тебя считаю очень красивой. У меня нет некрасивых детей. Я дурак. Все красивые. Вон там, слышите, Егор у нас на заднем фоне. Я дурак. Вот так. Так вот и живем. Вот такие вот у нас пироги. Я хочу кушать печеньки. Печеньки. Хоти. Печеньки. Не надо было драться. Я не дружу. Он не дружит ни с кем. А, девочки, давайте. Я не буду вас отвлекать. Это у нас надолго. Это часа на два, на три. Поэтому эти две строчки сейчас будем писать. Ого-го, сколько времени. Я иду с Егором. Девочки сейчас быстро сделают. Вась, неудобно тебе. У тебя сейчас локоть будет висеть. Сейчас я компьютер уберу. Давай. Чем у нас вечер заканчивается у мамы? Чуть-чуть погладить. Ну, чуть-чуть, на самом деле, немного. У Жаны у нас продолжение концерта. После уроков. Я не знаю. У нас целый день так себя ведет. В общем, она у нас слезы пытается выдавить. Да. Сергей Витальевич у нас там отходняк у него. Зуб ему лечили. И у него, в общем, заморозка отходит. Вася ребенка нянчит. Да? Егор, не трогай, Жанна. Егор. Да. Вы повесили блузки? Да. Повесили. Да. В общем, вот такая картина. Наверное, нам опять комментарии закроют. Поставьте вы. Из-за Жанкиного скандала. Жанка, да. Вот когда скандалишь, ты Жанка. А когда ты хорошо себя ведешь, ты не Жанночка. Ну что? Что? Никак слезы не выдавливаются? Эх, никак сегодня не получается. Так, вы котенка замучили уже? Нет. А? Вы уже замучили его? Бедный. С Никитой познакомился. Сегодня Никит у нас приехал. Потому что мы не справляемся. В общем, мне нужно выйти на две недели без выходных работать. И папа у нас тоже работает сейчас без выходных. Приехал Никита с Владимира. Потому что детей нужно встречать из школы. Отвозить-то мы их с утра отвозим, а встречать некому. Мама, смотри. В общем, вот смотрите, как у нас происходит адаптация к школе. Скажем так. Егор, мельтешиш. Егор сегодня тоже немножко поскандалил. Но он поскандалил из-за того, что не хотел писать. А когда все написал, у него все сразу прошло. Да, Егор? А что это такое? Прошло? Да. А что это такое, что ты сейчас сказала? А что? Адаптация? Да. Ну, как бы тебе объяснить? Отпусти меня. Вот тебе хочется в детский садик? Да. А тебя заставляют в школу ходить. И тебе нужно привыкнуть к школе. И свыкнуться с мыслью, что в садик ты больше не пойдешь. Понимаешь? Вот если тебе просто грустно, что ты в садик не пойдешь, то у Снежаны вот так это происходит. Я не трогаю меня. Егорка, не надо ее доводить, Егор. Он ее даже не трогает. Он даже рядом с ней не стоит. Жан, устал уж, наверное. Попугайка маленький на плече. Не устал еще, нет? В общем, вот смотрите. Попугайка маленький на плече. Ага. Да. Первое время, когда она вот такие закатывала у нас скандалы, меня это очень сильно раздражало, выводило себя. Сейчас я уже к этому привыкла и стараюсь не обращать особого внимания. Не заострять на этом внимание. Вот. Но не всегда, конечно, получается. Кому это приятно. Но ей тоже трудно. Ну вы замучили его, Егор. Да, он уже пытается даже пищать. Все, надо сбирать котенка. Продолжение следует.